Дамы и господа, здравствуйте! Меня зовут Карен Адамян и вы смотрите Маннибол. В начале января известный британский футбольный портал 442 выбрал 10 самых крутых стадионов в мире. Их критерии это вместимость, архитектурная привлекательность, атмосфера, окружающая среда и многое-многое другое. По традиции узнаем топ-5. Поехали! На пятом месте стадион в Милане. Джузеппо Миаца, более известный как Сан-Сиро, он вмещает более 80 тысяч мест. Многие годы ведутся разговоры о том, что либо Интер, либо Милан построят себе новый стадион. Но время идет, а 80 тысячник по-прежнему заполняется. 80 тысяч 17, 80 тысяч 18. Да, не соврали. Идем дальше, четвертое место и это Ацтека. Здравствуйте, это Северная Америка, точнее Мексика. Гигантский стадион, один из самых больших в мире, 105 тысяч мест вмещает он. Рекорд на этом стадионе был установлен в 1968 году на матче Мексика-Бразилия. Почти 120 тысяч человек. Ну и шляпа. В смысле не стадион, а шляпа. Третье место, друзья, и здесь Уэмбли. Это самый дорогой стадион в мире, на данный момент он стоит 850 миллионов евро. 90 тысяч зрителей и больше туалетов, чем на всех стадионах России вместе взятых. И не спрашивайте, откуда я это знаю. Этот шедевр архитектурной мысли не принадлежит ни одному клубу. Здесь играет свои матчи сборная Англии. Проводятся финалы кубков, а также концерты таких ребят, как Coldplay, U2, ACDC. А год назад там сжигал сам Эминем. Наконец-то второе место и здесь Камп Ноу. Испанскому стадиону достается серебро рейтинга. Камп Ноу вмещает почти 100 тысяч зрителей. И это домашний стадион для Барселоны и родной дом для миллионов фанатов по всему миру. Скоро там будет реконструкция. И как бы в это ни было сложно поверить, Камп Ноу станет еще круче. Стадион будет вмещать 105 тысяч мест вместо 99. Будет построена крыша, закрывающая от дождя все трибуны и многое-многое другое. И первое место здесь Ла Бомбонера или просто Бомбонера. Стадион в Аргентине, который вмещает чуть больше 57 тысяч мест. Это арена Боки Хуниорс, одного из величайших клубов в мире. Правда, Владимир? Ла Бомбонера это неофициальное название, так как одна из трибун своим видом напоминает шоколадную коробку или конфетницу, бомбоньерку. Отсюда и название. 58-тысячный стадион уже 5 раз за новое тысячелетие принимал финал Кубка Либертадорос. У меня на этом все. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok